а вот давайте так я начну с цедр пасах а дальше по моему вопросов обычно хватает вот посмотрим значит дело то что цедр пасах тот который бы не принят он значит имеет некоторые действия которые в общем заслуживают упоминания вообще где вот кто-нибудь догадывается когда был записан первый текст цедра пасах написанным пить пасхальная агада существует план пасхаля вообще план пасхальной агады где он записан первый раз был вот в письменном виде я отвечаю и где в устном виде кстати второе второй вопрос рассказ о цедр пасах в устном виде упоминается прямо в торе а а именно первый кто рассказывает об исходе из египта этому же и рассказывает конкретно своему тестью литро а сказать конкретно своему тестью хитро и например кто же раф из бельза на вопрос почему машине упоминается в пасхальной агады а он упоминается один раз это только потому что в цитаты по имену бы луким бы вы маша в дом и поверили богу и его слуги маша просто один раз но вообще ни разу как таковой отвечает раф из бельза что он не упоминается по причине того что он и есть автор агады и это его рассказ который он сделал своему тестью хитро первый кто рассказывал об исходе зима а замечательно выглядит но существует на самом деле в письменном виде и разумеется первый раз он записан в мишне тракте пасахи в самом конце и там есть одно чудесное место значит вот самое начало сэггера наливает второй бокал первый бокал над ним признасят кидуш четыре бокала которые пьют первый бокал над ним произносит кидуш в этом году одновременно произносят кидуш и их вдалу потому что у нас кидуш пасхального праздника и отдала потому что на исходе субботы праздник начинается нам нужно разделить и естественно браха бен кодыш лы кодыш между святыми святыми и святыми и так наливают второй бокал здесь сын спрашивает отца вот ровно по нашему тексту а если ребенок неразумен то отец учит его какие вопросы ну то есть если ребенок мал и не в состоянии задать вопросов то отец учит какие вопросы надо задавать значит первый вопрос чем эта ночь отличается от других ночей вот ровно по тексту почему обычно мы идем ну лэхом этот самый а сегодня мацу а вот лэхом или мацу а сегодня только мацу почему ночью мы едим любые овощи а в эту ночь горький то есть марор кстати отсюда вывод подобрать внимание что в наше время пасхальный центр начинает скорпас едят какой-нибудь овощ оконутой в соленую воду достаточное количество людей говорится во времена а по крайней мере во времена храма а мы читаем храмовое описание как во времена храма вот я уже сказал мишна записано в 220 году да а у нас обычай пасхального седора приведем в соответствии с тем как он был во во времена храма то есть за полтора века до фиксации мишны у нас куда более древний керц пасхальной годы чем мишна чем время пешное храм был разрушен ну в зависимости от там счета 68 год будем считать да значит ну вот и считайте то есть у нас описание пасхальной годы куда более древние чем мишна полтора века минимум на самом деле думаю что больше значит чем отличается ночь от других дней потому что в эту ночь мы едим мацу на столе лежит маца в эту ночь горько так вот по обычаю в те времена трапезу регулярно начинали с овощей любой овощ картошку вареную окунают соленую воду в те времена это делалось именно с горькой зеленью ровно для того чтобы ребенка спровоцировать на вопрос это достаточное количество народу говорят что в те времена обычай был такой я не говорю что мы должны менять как-то обычаи потому что обычай дело такое как он установлен вот так он и идет значит почему в эту ночь мы обычно едим ну давайте я как-нибудь запеченное мясо или разваренное или вареное мясо не буду сейчас объяснять разницу тушеное вареное или тушеное а в эту ночь только запеченое и тоже понятно почему потому что пасхальный седр описаны храмовый как вы помните барашка запекали в печах печь я не знаю кому-нибудь интересно это слушать вот описание этих печей например как это делалось или это может эти реалии значит один то что барашка запекали как-то вот установлены обычаи ведь написано в турии что он должен быть запечен казалось бы но вот как хочу так и запекаю по этому поводу там беру вертел и на открытом огне запеченный значит на открытом огне и беру вертел и там как хочу это но во времена храма был сложенный обычай что я могу найти даже подробный текст если кому-то хочется просто все читать подробно значит этого барашка но я говорю барашек может и козленок подойти при этом но в общем тот кто ел хоть раз жизни козлятину прекрасно знает насколько баранина лучше значит жесткая козлятина хотя если я не ел молодого козленка но барана козлятина очень жесткая то есть ее запекать небольшого ума дело и лучше отваривать у смерти значит так вот его обязательно шампур ставился вертикально то есть при этом делалась печь из необожженной глины такой кувшин глины и шампур ставился в него то есть как бы огонь разводился снизу но так как раскалялась а вот это вот система в результате следовало вот такое запекание следовало вот такое запекание получалось вроде современной духовки на самом деле получался очевидно духовой шкаф но при этом с открытым огнем снизу там например вот традиционно в те времена всегда говорили что лучше всего брать шампур гранатового дерева причем не потому что гранат придает какой-то вкус а ровно наоборот утверждается ни разу не пробовал кстати пользоваться шампурами граната поэтому свидетельствовать я просто опираюсь на комментаторов которые утверждают что гранатовое дерево не придает дополнительного вкуса к мясу есть еще одно соображение которое довольно важное гранат не жалко земле израиле гранат это такой тяжелый сорняк вообще ежели в саду завелся гранат то бороться с ним почти невозможно поэтому вырубить там несколько гранатовых побегов таких толстых не жалко никогда я понимаю что для людей которые не живут земле израиля услышать слова сорняк относительно гранат который значит всегда такой символ роскоши согласитесь что гранат действительно всегда гранат на столе символизирует роскошь ну потому что вообще просто красивый плод вот но вообще как растение это вполне все сорняковое растение цветет красиво и и плоды на дереве красиво красивый кустик но вот значит на него насаживали барана при этом ножки там вставляли в брюхо есть подробности и запекали вот таком вот сооружей понятно что когда начинается пасах то пасхальный садок то этот барашек выложен на стол как бы и поэтому будут столб храмовой эпохи ну стол только это скорее дастархан конечно же потому что ели на улицах и понятно что это скорее дастархан чем современный столб и дальше я проиллюстрирую откуда мы этому знаем и как мы это определяем и значит на нем лежит вот эта пасхальная жертва на этом столе лежит горькая трава и на этом столе лежит мацовые лепешки не вот я всегда когда говорю словом отца добавляю крикер переросток современный но дело то что в земле израиля такого типа мацы не знали никогда для того чтобы печь такие вещи нужно иметь подобную печь а это европа земле израиля такого таких печей просто не знали у нас другие печи для выпечки хлеба и мацовая лепешка ну вот тот кто хоть раз был там ужин в стойбище бедуинов но есть такое в израиле туристическое мероприятие скажем так то он может видеть как на бедуин значит он делает лепешку прямо вот на глазах усомленной публики и ее публика ест значит вода мука лепешка делается типа также как делается для пиццы вот такого сорта получается лепешка и на раскаленный камень кладется вот это ну вот самый простой диспетчер как делается и это маца это мягкая лепешка но концу например вот этой бедуинской трапезы где-то там часа через три у вас будет совершенно черствую лепешка черствует маца вот недостаток мацовых мацы это с дикой скоростью чувствующих хлеб он в этом смысле неудобен и но для примера храмовый хлеб тот который клали на хлебный стол на хлебные жертвы не храме он был мацовый и поэтому поводу вот семья которая владела рецептом изготовления а это огромные хлеба очень хитрые формы были они но я не могу так сходу описать но они в разрезе выглядели вот скрепка с загибами но если разрезать поперек но при этом известно что и это мацовое тесто известно что она почему-то не черствия вот это была тайна семьи и она кстати по моему так и осталась тайна они не рассказали технологию приготовления хлеба то есть технологии таких вещей держали в секрете ну подобным образом как держали в секрете истинный состав храмовых воскурений ну я не помню упоминал ли я это но один из ингредиентов который дает красивейший дым для воскурений это египетский рецепт который египтяне потеряли и долго умоляли евреев дать им этот рецепт так и не дали им хотелось назад получить рецепт вот то есть рецепт таких вещей хранились тайны значит так вот на хлеб клались мацовые лепешки пасхальная жертва горькая зелень вот теперь про горькую зелень я тут хочу сделать еще одно замечание потому что куча народу может просто не понимать это обстоятельство вот но я не знаю говорю ли я но моя семья мы происходим из города баку моя семья но ашкенадские евреи но город баку город самый интеллигентный город в смысле город технологическим был самого начала построен как технологический парк потому что город я не говорю про предыдущую деревню а город строился на нефтеприсках отсюда там куча удивительных свойств этого города вот так вот когда моему папе там скажем пытаются подавать шашлык он просто с тревогой смотрит а где почему не подали пучок зелени он к шашлыку он совершенно обязательно пучок зелени причем такой веник это вещь абсолютно обязательно запеченного мясу на стол зелень подается на глубоком автомате потому что по-другому это не бывает но в данном случае в пасхальном сценаре подается именно горькая и есть там вот в талмуде некоторые споры о том что имеется ввиду пасхалом горькая зелень конкретно но опять тут проблема отождествления растений я не буду входить в эти отождествления некоторые из них очевидно те кто делают отождествления просто не понимают о чем говорят потому что некоторые отождествления просто не съедобно на самом деле это невозможно это конечно горько но не съедобно кроме всего прочего там иногда просто явно лекарственное растение почему-то указывает это не следует и дел по этому поводу в наше время горькая зелень это практически что угодно лишь бы горьким было хотя там есть люди которые настаивают что только вот это и больше ничего значит и ребенок спрашивает почему зелень горького подали к мясу третий вопрос почему мы обычно едим окунув соус один раз а в эту ночь дважды гемара уже и я подозреваю что гемара просто не понимает некоторые реалии гемара задает вопрос мы вообще не окунаем и предлагает исправить вопрос на почему мы обычно не окунаем а в эту ночь окунаем дважды так исправляют гемара и и и в фаскальном сцена исправляется по талмуду по вавилонскому талмуду почему мы в остальные ночи не окунаем даже ни одного ни одного раза а в эту ночь окунаем дважды на самом деле в во времена храмов обычаи окунали в соленую воду это можно показать по ряду вещей правда окунали обычно эту зелень опять в наше время окунают соленую воду а в те времена окунали в соусы всевозможные вот это овощи в начале траве за как в итальянской кухни называется овощи начали пасти анти пасти да по моему это называется на самом деле то о чем здесь вот идет речь про овощи в начале траве зато антипас я правильно помню что овощи в начале я вообще высокой кухни не разбираюсь от слова вообще вот ну вот овощи перед началом трапезы который там в итальянской кухне принято это как раз вот это и окунают их в соусы но вот скажем вот как римская трапеза начинается от яиц до яблок установлены обычаи торжественной трапезы вот так у нас трапеза средиземноморская вот она у итальянцев сохранилась начинается с овощей не съесть а с овощей и их окунали в соусы но в пасхальном седоре это делали отдельно дважды во времена храма в наше время опять нас про антипасты не вавилоне не знали не уж в россии тем более не знали но в россии в восточной земле да и в германии глубокой германии туда дальше к северу подальше от района бальца на севернее альп тоже этого обычая не было но значит естественно необычный способ и последний вопрос который есть нашей акаде но нету в в этом самом в мешне вот это довольно смешной момент значит понятно что в акаде нет вопрос почему во все дни мы едим запеченное вареное или тушеное мясо в этот день только запеченное понятно что в пасхальном седоре этого нет современным более того например там скажем подавать запеченное баране барана запеченного целиком на пасхальный стол просто запрещено кучей общин чтобы никто не подумал что вы считаете что вы совершаете пасхальную жертву это просто запрещенная вещь и вопроса такого естественно в современном сценарии пасхальной агаде просто такого вопроса нет зато есть вопрос почему в эту ночь мы сидим сидя или лежа а в эту ночь все едят лежа это просто песня дело в том что во времена храма этот вопрос ни один ребенок как бы не задал по причине того что любая торжественная трапеза в субботние гости пришли вечером она только мысубин только лежа все свободные люди едят лежа описание римской трапезы посмотрите значит вот эти метапси ложа их переводят не кровать то на чем едят а ложа на котором вы залежат опершись на руку естественно лежат на боку значит некоторый спор на левую на правую а вы попробуйте оперевшись на правую руку есть вам левый есть придется если человек не левшат он страдать же будет понятно что на левом боку и поэтому пасхальной агаде естественно вопрос не задается возлежа едят все в наше время этот вопрос задается но проблема в том что мы не едим возлежа потому что ну но не осталось по моему в мире я видел фотографии старые начала века двадцатого века о мухарский сэдер скажем есть чудесные фотографии мухарского сэдера есть фотографии курдистанского сэдера фотографы тогда были ну так же как сейчас люди ездящие и фотографии есть это да стархан это значит ковер на нем как положено столик вот вот такой высоты и на нем вот на блюдах еда это вот это сэдер вот как полотно увы они так ели все праздничные трапезы в европе так никто не есть и по этому поводу вот можете посмотреть количество комментаторов и вопрос который задает ребенок если вы попробуете задержать лежа есть у ребенка естественно за вопрос что это вы улеглись за столом вопрос конечно будет ребенка и этот вопрос он будет правильный но мы к сожалению за пасхальным столом никто и не ложится ну во первых потому что если у вас на трапезу собралась мишпуха мишпуха не папа мама и двое детей а мишпуха мишпуха как положено дедушка бабушка и пять пять детей внуков с женами да и мужьями и в общем за столом собралось человек так 20 плюс то где же вы найдете в современном мире квартиру куда можно столько народу уложить да по этому поводу сидят естественно сидят сидя но в память о том что когда-то приличные люди замечу именно приличные люди и праздничные трапезы ели возлежа когда пьют бокалы опираются на левую руку бамсибат смоль отпевают бокал надо сказать что такое впечатление это при мне появилась вот значит еще там когда я был маленький появились первая книга на эту тему которая называлась шмират шабатка елхата соблюдение суббота по законам это одна из чудеснейших книг которая выдержала огромное количество изданий у меня там какое издание этой книги и Нойберт и у меня издание какого-то года то хоть 50 далеко не первая но вот такая вот вот такая книга супер классика и там очень авторитетный человек писал и ученики еще более авторитетных людей которые непрерывно их мнение приводят современников супер авторитетных современников поэтому книга супер классика и там оно еще от издания к изданию некоторые вещи меняются там спорные типа можно ли в субботу заваривать чай в пакетиках да но после этого стали появляться подражатели которые стали пытаться писать книги в том же стиле и там другие вопросы и я как-то хихикал по поводу появления книг довольно бессмысленных в таком же стиле там ну и дефидничал первый раз когда я увидел книгу которая называлась эра в Песах шаха льет ба шаба вот как в этом году канон Песах который приходится на субботу вот ровно как в этом году на субботу а за ним Песах это книга вот такого же объема вот такого же объема где человек ну вот плывет мыслью по древу там много деталей там ну 300 страниц на эту тему это же как можно это я в Ешиве жалуюсь на что последовало ответ что я тебя сейчас перебью я тут видел книгу я потом пошел посмотрел она существует 150 страниц шайла шалом кегелхаса приветствую в точности в соответствии с галахой значит да 150 страниц так вот к чему я веду через некоторое время я обнаружил книгу 70 страниц брошюра правда 70 страниц мысль баки как правильно опираться во время пасхального сцена 70 страниц то есть ну есть герои которые способны такое писать потому что я бы я бы не смог даже близко к этому достижению приблизиться но вот но понятно что как бы там будет что я потерялся обсуждение вопроса какой угол надо отклониться от вертикали при правильном высоседании но понятно что это память о том как когда-то ели трапезу во времена храма причем замечу в мишне это не упоминается мысубин даже вопроса нет потому что мы по-другому не ели и значит и далее начинается вот в точности как сегодня отвечает отец а Вадим Гаину выборол в Мицраем мы были рабами у фараонов в Египте и и далее следует ответ следует обязательно ровно по указанию мишны цитата арами о в а значит скитальцем пришельцем армейским скитальцем был мой предок вот ровно цитата из книги я я шуа вы извините книги дворим она про другое сказано этот отрывок вот этот отрывок говорится при принесении бекурим но этот же отрывок читается в начале пасхальной годы точно так же как времена храма начинается рассказ о выходе из египта ровно вот с этого отрывка он точно вот этот отрывок он и в те времена читал значит вот понятно да теперь вот к чему я все это рассказываю на самом деле я хочу заметить ну довольно важная наверное для нас вещь на самом деле мишна нам говорит что обязательно должно быть в пасхальной церкви вот весь анекдот состоит в том что тот кто или у него много детей которые не в состоянии сосредоточиться и мешают либо он не в состоянии прочесть этот текст либо там ну какие-то причины есть и а так как любой человек который внимательно читал пасхального году несколько раз понимает прекрасно что это выглядит как чья-то конспект по проведению садерпесах не сама агада хотя она утверждена поколениями а именно указания по проведению агады так вот мишна говорит то чего обязательно должно быть вот это важно то есть если вы начинаете редактировать пасхальную агаду и что-то в ней пропускать то есть вещи которые не пропускают я считаю что это важно и так роман говорил следующее тот не выполнил обязанности рассказа о исходе я хочу заметить рассказ об исходе из египта это заповедь торы то есть человек который во время седора читает и слушает агаду выполняет заповедь торы прямую прямо в ней прописанную причем еще прописанную четыре раза то есть она это важно и например там один из немногих случаев когда во всех седурах включая те которые этого не любят ашкенадские седуры именно к пасхальной агаде написано предисловие лышем ихут куцубриху шхинтэй которые чаще всего не произносятся в ашкенадских общинах во имя единения святого благословенного на его земного пребывания шхины вот и бетхилу вархему вот я в страхе и трепете собираюсь совершить рассказ о исходе из египта этот текст перед произношением заповедей такого сорта текст произносят в сефардских общинах почти во всех обязательно в восточных общинах в сефардских еще более почти обязательно практически во всех а вышкинадских слабо произносят но перед произнесением агады даже в вышкинадских агадах этот текст прописан потому что это не просто рассказ о выполнении заповеди то и по этому поводу скажем Раби изразина ну Раф Розен это автор цапнах панах это один из величайших гений двадцатого века говорил что это обязательно следует здесь учитывать что вы должны помнить что вы рассказываете о исходе из Египта в честь Всевышнего вот исполняя его заповеди это надо нужно иметь в исходной к войне и приводил чудесный пример что человек который под хупой дает невесть золотое кольцо и говорит вот ты обручена вот ты посвящена кедат Мошева Исраэль по закону Мошея Израэля ничего не сделал брак не состоялся по причине того что он не сказал обручена мне вот это кому при обручении обязательно потому что ну для тех кто не знает еврейское право сохраняет возможность совершить обручение через посланник и теоретически посланник имеет право совершить обручение за другого человека я не знаю в наше время это не делается но это право в девятнадцатом веке еще применялось это я точно знаю по этому поводу и вот этот пример Рава Розена он правильный посланник когда должна быть лаха кодуш баруху святому благословену он ну и как он же говорит он радуется для него нехарактерный пассаж абсолютно он не хасидский рав что он радуется слыша как его прославляют во время пасхального седора он не он нехасидский рав для него это нехарактерный пассаж но в пасхальном седоре он это говорит от насилия пасхального седора и значит так вот Робан Гамлеель говорит что тот кто не сказал о следующих трех вещах в седер-песах заповедь не выполнена а именно но должно быть рассказано о пасах то есть о пасхальной жертве вот учтите что в пасхальной годе слово пасах это пасхальная жертва праздник вообще-то называется в туре хага мацот праздник мацы мы называем о пасах и на самом деле исходно пасах от названия жертвы а не праздника о пасхальной жертве о маце и о горькой зелени а именно нужно сказать следующее пасхальная жертва в память о том как Всевышний пропустил дома наших предков в Египте для тех кто забыл что пасхальную жертву в Египте приносили совсем не так как в следующих поколениях это ну вот тамуде ровное место что есть пасах Митсраем и пасах египетский пасах и пасах поколений естественно это разные совершенно мероприятия даже не похожие в конце концов пасхальную жертву кровь ее кропят жертвенник а в Египте кроме его кропили косяки и притолку дверей это как бы дом становился в некотором смысле жертвенником другое мероприятие но вот напомнить что пасхальная жертва она напоминает о спасении и в некотором смысле пасхальная жертва египетская по крайней мере она является эквивалентом закрытия дверей Ноева ковчега для тех кто понимает вот эту отсылку она полезна иметь в виду и например открывание двери в конце пасхального седра который сегодня проводится как бы пророк или яху это именно конец седра выход из Ноева ковчега такая символика она есть она имеется в виду но вот обязательно рассказать о песах в честь пасхальной жертвы маца в честь того что наши предки были освобождены из Египта маца именно хлеб свободы потому что вот не успела тесто взойти я напоминаю для тех кто не понял обстоятельства маца должна была быть на пасхальном столе уже в Египте пасхальную жертву совершали с мацой только это прямо прописано в рассказе о пасхальном о песах египетских песах после этого сразу из-за стола люди вскочили и пошли соответственно и там упомянуто вот в Торе есть упоминание и квашню несли с собой для всех кто когда-нибудь готовил тесто прекрасно знает что если тащить квашню в которой стоит тесто и идти с ней тесто не взойдет тесто останется мацом оно не станет взойдет просто потому что для того чтобы зашло тесто ему нужен покой вплоть до того что там хорошие хозяйки на кухне где подходят тесто говорить запрещают потому что чтобы не напугать тесто ну хорошим я имею ввиду такие кулинарки да по этому поводу вот хлеб свободы это хлеб торопливого исхода который как бы на самом деле ведь получается следующее что маца как хлеб свободы он уже не египетский а это именно первый хлеб который ели первую ночевку после исхода вот это было удивительно что в результате уже вышли как бы но хлеб все еще только мацовый вот это имеется ввиду по этому поводу на самом деле маца которую которую надо здесь упоминать как хлеб свободы это хлеб не египетской маца не маца во время египетского седера а это хлеб первой первой стоянки после после исхода а вот понимать что вот это и по этому поводу там упоминание хлеб бедности название халахмания это хлеб бедности оно имеет ввиду бедность тех кто вышел уже это не только и пасхальная агада таумуда мишны говорит что маца в честь освобождения а не в честь невкусной жизни в рабстве это просто регулярно маца а не я люди понимают как плохо они кушали в египте напомню что они там в пустыне упоминают одна мана кругом а где кабачки где арбузы где чеснок да да так вот маца это хлеб свободы в пасхальном седере это символику то надо понимать хорошо и я просто сейчас цитирую то что говорит рабан гамлеель как это следует тем и горькой зеленьки из того что горькой делали египтяне жизнь наших предков ну опять эта цитата вымареру и делали горькой то есть тот же корень что у горькой зелени и далее во всех поколениях человек я я не знаю кому принадлежит рассказано внесено в мишну во всех основных версиях во всех поколениях человек должен считать как будто он сам начал из египта как сказано и расскажи сыну в тот день ради этого сделал мне господь при выходе моем из египта а поэтому мы обязаны благодарить прославлять славить и так далее это ровно текст который мы завершаем чтение пасхальной агады из горести к радости из скорби к празднику из мрака к великому свету из неволе на воле и скажем перед ним халилуя отсюда переходит халилуя то есть вот конец седера перед трапезой он ровно один к одному идет вот за эти двумя высказаниями чтобы было понятно насколько это важно когда говорится про четырех сыновей то про умного говорят а ты расскажи ему об исходе из египта бээйн мэфтерима харга пасаха афикаман имеется в виду вот это и не завершает пасах афикаманом вот что бы не означало слово афикаман это высказание в седере на самом деле это предпоследняя мишна седер пасах предпоследняя мишна трактата пасахин извините имеется в виду последняя мишна она относится уже к тому что происходит после пасхальной после седера она уже рассказывает про то что там законы связанные с просроченной пасхальной то есть если сын хаха мудрец то ему просто с ним учат трактат пасахин до последней мишны ну точнее предпоследней если кому-то интересно там что бы не означало там слово афикаман ну современные авторы согласны с иерусалимским талмудом а в бобилонском талмуде там некоторый спор есть по этому поводу что такое афикаман но все знают что обычай состоит в том что пасхальную трапезу не кончают во времена храма биркады масон когда читают не перед биркады масон не подают десерт пасхальной трапезы потому что как бы после после этого биркады масон читает пока человек ощущает вкус мацы и пасхальной жертвы ну вот да ну естественно в наше время в конце читают нерца с с просьбой шанагаба сделать точно как в храме а не как мы делаем сегодня ну вот где то так если есть вопросы лошана габаби иерусалаем ну добавляют габануя естественно потому что жители иерусалима и так иерусалиме но имеется то ввиду в храме как положено у баранов ну да у барашков извините там мелкие берут для этого дела ну вот где то вот так если есть вопросы я готов на них поотвечать а если нет то тогда продолжим готовиться к пасах ну как это да все же знают как ощутить тебя вышедшим из египетского рабства надо подготовку к пасах отложить на последний день вот когда вы все сделаете вы поймете как обучить рабу на то на то а на то на то на то на то когда когда ели на то на то пасах на то на то на то на то на то во первых на то на то так в храме всегда жертва хлебная жертва всегда мотца это а вот когда они были в своих домах в египте помазали значит этой крови для египта пасхальная жертва внутри египта она равна храмовой они как бы их дома приравнены к храму я уже говорю что помазать кровью притолоки это сам этот дом превратить в жертвенник вообще и то есть как бы у них как бы не было хлеба тогда у них не было заквас было запрещено было с самого начала сказано что пасхальная жертва делается как положено все жертвы на мотце так теперь хорошо ну допустим это все там это прямое вот это сегодня некоторая проблема вот во времена храма этого вопроса бы не было все бы знали что все пасхальные все жертвы храмовые если хлеб тоже часть жертвоприношения то это всегда мотца ну я говорю за исключением в тексте торе этого не сказано что они там как бы что не было сказано что жертву ели с мацой сказано ели с мацой да ну хорошо а вот теперь они выходят и сказано что они вынесли тесто она не успела закваситься что имеется ввиду значит вы знаете что такое квашня деревенская деревенская да конечно вы понимаете что деревенская квашня работает при отсутствии дрожжей да конечно естественная закваска естественная да она не естественная она просто накапливается в квашне на самом деле ну да ее же не моют дело в том что есть правило о том что квашню не моют и там культура как бы живет в этой квашне ну да ну я сам делаю да я прекрасно понимаю и скажем вот продажа дрожжей там одно из мероприятий пекаря один из доходов пекаря кстати продажа дрожжей прямо в Нишне могу вам показать место где в Нишне упоминается о том что пекарь это профессиональное занятие значит теперь вот они вышли и у них эта квашня это имущество одно из ценнейших вещей причем кстати во любом деревенском доме это так же там по-моему у Шолохова в поднятой целине когда описано переселение семьи я вот не помню точно у Шолохова это или у кого-то другого как несут там обняв вот эту квашню которая кормилица семьи это некоторая такая очень важная вещь для дома как бы дом я понимаю я сам делаю это тесто просто взяли естественно оно всегда которое из собой взяли оно не взошло просто тебе взошло Да, ну хорошо, но это уже был как бы хамес по нашим пониманиям. По нашим пониманиям, поймите, по нашим пониманиям это был стопроцентный хамес, потому что любое тесто из сквашни взошло, ну или нет, по нашим представлениям, стопроцентный. Ну они все как бы приготовили на дорогу, я так понимаю. Но законы, наш Песох отличается от Песох Египта, не надо, закона одного Песох не учится из другого, это общее правило Толуна. Песох египетский отличается от нашего Песоха. Наш Песох в честь Песоха, он установлен в честь Песоха Египта, а не повторяет Песох Египта. Ну хорошо, вы говорите, что мы... Тогда мы кровью мазали косяки, мы этого не делаем и никогда не делаем. Значит, они не должны были семь дней не есть квасно, не есть... Абсолютно верно, у них не было правила семи дней, у них не было семи дневного Песоха тоже, естественно, у них не было. Они вообще вышли в поход в эти дни, а тем самым нарушив законы любого праздника, который запрещает покидать это самое место проживания. Даже если вы возьмете самое мягкое мнение, которое местом проживания считает огромный совершенно район, в любом случае они ушли, они вышли от земли Гошин, они дошли до Пигах-Рот, то есть до Суэцкого канала приблизительно. Ну понятно, то есть они как бы сделали... У них не было семидневного Песоха, стопроцентно семь дней Песоха – это период от исхода из Египта до прихода к Ям Суф. И это, ну, очевидно, не праздничные дни, а не Раджиган там, ну, очевидно совершенно. Понятно. Ну хорошо, но я более-менее понял, да, что... Во времена Египта – да, во времена Египта, выхода из Египта этого не было, безусловно. То есть они просто приготовили себе, то есть хотели приготовить себе пищу как бы на дорогу и должны были срочно уйти? Это верно. На самом деле, вот это действительно важный момент, где законы Песоха установлены в честь этих событий, но не повторяют эти события. Пасхальный центр не является мистерием в том смысле, в какой там греческом мире это иногда делалось, в греко-латинском мире, когда мы пытались, когда религиозное действие повторяло события прошлого на небесах или на земле. Пасхальный центр не является мистерием. Вот тут слово, если вам интересно правильное слово, Пасхальный центр не является мистерием и не является повторением исхода из Египта. А это мероприятие, установленное в честь исхода. Это разные вещи. И еврейский закон не любит мистерий и нигде их не повторяет, не пытается воспринести именно в стиле мистерия. Ничего, еврейский закон этого не любит даже, не то, что не знает, не любит. Ну а в храме это как бы как мистерия или нет? Нет, в храме не было мистерии, ни одной мистерии в храме не было. Если кто-нибудь попытался, его прибили, коины и левиты прибили любого, кто попытался бы этот номер провести. То есть это жертвоприношение, это просто как бы такая... Жертвоприношение – это служба Всевышнего, это и есть авода, это и есть служба. И она шаг влево, шаг вправо карается и так далее. Правило, которое, кстати, вот греков потрясало, есть греческие и римские мемуары о посещении храма, и их всех потрясало, что еврейский храм, в отличие от греческих, скажем, это храм, где молчат священники, молчат. И в Йом-Кипур тоже самое, то есть вход в Кодышко-да-Шим – это тоже неместерие. В Йом-Кипур первосвященник выступает, он читает отрывки Тора, посвященные Йом-Кипуру, в самом конце, можете открыть Мишну, там описано, какие отрывки он зачитывает. Но он именно зачитывает, один отрывок он зачитывает по свитку, один он читает чуть ли не наизусть. Я имею ввиду, когда он входит в Святая Святая Святая. Это не мистерия. Дело в том, что то, что происходит в Йом-Кипур – это очищение храма. Не буду сейчас объяснять. Это очищение – это как бы перезапуск храма. Это другой мероприятий. Я имею в виду другое. Я имею в виду, и когда он приносит к торрот, и когда читается по Хошину, это все не мистерия. По Хошину в Йом-Кипур не читают. Не, не в Йом-Кипур вообще. Более того, чтение по Хошину – это мероприятие, проводимое не в рамках храмовых мероприятий, а проводимое в рамках… Это религиозное мероприятие со светской властью. Его проводят для царя или для эквивалентного ему князя, но это не храмовое публичное мероприятие. Ну хорошо, более-менее я понял эту обстановку. Спасибо. Отлично. Ну что, закругляемся. Тогда всем Песах Кошер в Исамеях, ешьте вкусно, читайте Пасхальную Агаду, и ощущайте себя вышедшими из Египта. Спасибо. Всем счастливо, пока. Хак Кошер в Исамеях, сказал Мейер, повторяю. Выходим из Египта, каждый год выходим. Как можно выходить каждый год, непонятно. Это начать на каждом слое обратно. Я всегда говорю, что вопрос Маништана Галайла Газе, чем отличается эта ночь, это по Пшату, чем эта ночь отличается от остальных ночей года, а по Невшату, чем этот Песах отличается от предыдущих Песахов. Каждый год жизнь меняется, наш исход меняется. Каждый год стоит думать, и можно упоминать, что Лоува этот Песах принес в наш жизнь, в наши ощущения. Продолжая эту идею Лас-Боомер и увязыванием сферотов каждым днем Лас-Боомер, есть подобная структура к годам, где каждый год имеет цепочку сферотов с ним связанной. Ну, такой, только она не двумерная, в математическом смысле не дважды семь, а куда более многомерная. Первый сферот – это тысячелетие, ну и так далее. Лас-Боомоет не будет занятий, да? И вот по этому поводу каждый год отличается от предыдущего. Эмиль, я сообщу еще, точно неизвестно, но я сообщу. Хорошо? Окей. Ну, хорошо, выходим из Египта, чтобы возвратиться обратно туда. Выйти в следующем году, по-видимому, такая идея. Иначе как можно выходить каждый год из Египта? Можно возвращаться туда, что-то типа этого, окей? Именно. Вот я о чем и говорю. Да, каждый раз новый Египет и каждый раз новый исход. Ну, хорошо. Мы в земле и взираем выходим из Сегера. Наконец, первый праздник без Сегера, без всякого. Да? Да, свобода, свобода. Свобода, хоть свобода. Окей. Ну, настоящая какая-то свобода. Мы первый раз гостей можем пригласить в конце концов, да. Польше, чем год. Сейчас обсуждают вопрос о том, чтобы снять ношение маски. Люди будут без масок? Как вообще людей невозможно узнавать? Впервые без намордника будут называть. А кого они будут похожи вообще без масок? Непонятно. Тоф, хаштамэх. Всем счастливо. Пока. Пока.